Всем привет! Посылка из Китая. На этот раз две коробочки. Упаковочный пакет уже выбросил. И это так называемый держатель патрона в количестве двух штук с пультом дистанционного управления. На одном из видео я делал обзор держателя патрона с датчиком движения. По типу такого там сделано, но чуть подлиннее он будет. В него вкручивается лампа. На этом месте между лампой и самим патроном датчик движения. И все это дело срабатывает и работает до сих пор, кстати, у меня. Держите видео, то есть по ссылке переходите, смотрите. В плейлисте моем есть. А это вот такой, поменьше конечно, поаккуратнее сделан, поприличнее выглядит. Держатель патрона с датчиком движения, с пультом дистанционного управления. Значит сразу скажу, оставлю ссылочку там где приобретал. И там же где приобретал есть варианты заказа нескольких комплектов. То есть есть комплектация, одна штука, один пульт. Пульт с кнопкой чуть по другому выглядит. Просто вкл и выкл. Он офф. Уже пошли, если в количестве несколько штук, то прилагаются различные пульты. Переходите по ссылке. Смотрите, комплектация идет один, два, три, четыре, шесть, до десяти таких вот патронов, держателей патрона. И пульт. Пульт 10, даже 15 есть клавиш. Каждый, значит, каждый держатель патрона, вот видите здесь пронумерован, то есть первый есть, второй, понятно, что это второй. И каждый запрограммирован на свою клавишу, кнопку. В общем-то сейчас все и посмотрим. Один держатель с номером один вкручу в настольный светильник. В него вкручу лампу. Кстати, кто помнит, делал я обзор на вот эти лампы. Вот такого вот дизайнерского исполнения. По ссылочке тоже переходите, смотрите. До сих пор, кстати, они у меня работают. Одна вот шестиватная. И вот даже такая есть двухватная. Вкручу я сейчас давайте двухватную, чтобы не сильно заслепляло камеру при включении. Вкручиваем такую вот лампочку. И настольный светильник включаем через ваттметр. Ваттметр бытовой. Кстати, вещь тоже отличная и нужная. Ссылочку тоже опять же оставлю. Включаем через сетевой фильтр, через пилот, кто как называет. И включаем, в общем-то, в сеть. В данном случае пока держатель находится в режиме ожидания. Кстати, сейчас посмотрим, в режиме он или нет. Ну, по крайней мере, ваттметр никакой нагрузки не видит. Показывает 0 ватт. Все же правильно. Все же правильно. И сейчас попробуем включить лампочку. Да, как же мы ее попробуем включить? Пульт-то легкий. А в пульте нету батарейки. Вот оно что. Батарейка, судя по всему, А23, 12 вольт. Идем искать. Так, ребята, есть батареечка. Нашел 27А, 23А. Я так понял, она просто чуть пообъемнее, чуть потолще. Но и эта, в общем-то, подошла. Хорошо, что... Хорошо, что есть пульты от домашней сигнализации, которых у меня много почему-то прислали. И отсюда как раз подошла батареечка. Вот видно, что место еще есть. Под 23А, скорее всего. Ну, в общем-то... В общем-то, все должно работать. Проверяем. Диод показывает, что работа есть. И еще немного наладил. Видите, появилось в режиме ожидания 1 ватт потребления. Не было контакта в самом патроне настольного светильника. Поменял я лампу. Ну, и потом нашел причину здесь. Чуть-чуть не контачило, там подогнулся. Временем уже разбиваю. Ни в коем случае не проблема вот этих патронодержателей. Держателей патрона. Ну и все. В общем-то, в режиме ожидания нажимаем кнопку номер 1. И загорается у нас лампа. Слышим, как щелкает реле. Для выключения есть общая кнопка ОФ. Остальные клавиши не включают. И, я так понял, одна есть общая кнопка Включить. Можно включить все патроны сразу. И, опять же, общая кнопка можно все патроны сразу выключить. Что, в общем-то, сейчас и проделаем. Это мои подозрения. Так, ребята, готово. Первый. Второй. Первый. Есть. От первой кнопки. От первой кнопки и выключаем. Второй. Есть. От второй кнопки и выключаем. Пробуем общую кнопку. Пожалуйста. Два сразу. Стереощелчок произошел. Релюшек. И выключаем. Красота. Я считаю, это просто супер. Представляете, если у вас в комплекте их будет 10 штук или 5 штук. И одним пультом вы можете управлять полностью к освещениям в квартире, освещениям в доме. Супер. Мне просто... Ну, класс. Включил по одной, выключил все сразу. Отлично. Может, кому интересно, давайте посмотрим, что внутри. Один винт. Второй заклеен. Видите, вот такой вот защитой. Что там у нас? 2016 год, 11 месяц. Ну, в общем-то, свежак. Свежак. Они пришли раньше. Обзор я делаю на них позже. Так. Сбиваем. Срываем. Срываем защиту. Как хотите, так и называйте. Так, и аккуратненько. Аккуратненько. Ну, собственно, тут понятно, пайка в ту сторону уходит на резьбовую часть патрона. Здесь плата. Плата в свободном полете. В общем-то, нигде не прикручена. Просто она так себе там, вот так себе, или же, или же нет. Нет, все-таки, все-таки в одном месте она крепится одним вот этим винтом, который держит все в сборе. Ну, и дальше, видите, вот так дело обстоит. Тоненькие провода, пайка такая вот. Это, я так понял, антенна радиомодуля свернутая. В общем-то, может, если ее вывести в отверстие сюда, может, как бы, будет дальше прием. Но это все надо экспериментировать, пробовать. В общем-то, мне, сейчас пойдем попробуем, я думаю, в границах моего дома работать пульт должен полностью. Так, ну и что там? Радиомодуль сам, реле, вот, релюшка такая, 10-амперная, как заявлено. Ну, не знаю. Так, что тут у нас? Ничего не нагрелось, ну, в общем-то, ничего не работало, собственно. Ну и вот так, вот так дело, в общем-то, обстоит внутри. Так, ребята, ну, я думаю, сомнений не должно быть, что в пределах комнаты все это будет работать на отлично. Первый, второй, 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 второй. Что мне интересно, кто следит за моими видео, я установил выключатель, вот такой сенсорный, тоже с пультом дистанционного управления, 433 МГц, и мне интересно, не будет ли он включать и выключать, то есть, вот эти именно управлять патронами. Так, сейчас включим свет, выключим и включим. Ну, нет никаких, я смотрю, хоть и пульты совместимы по волнам, но никаких никаких помех в работе, то есть, этот пульт этими патронодержателями не управляет. Сейчас буду одновременно пользоваться этими двумя пультами и посмотрим, не создают ли они помехи друг другу. Так, выставил так, чтобы вы видели и этот свет, и на потолке светодиодные панели тоже. Включаем одновременно. Все включилось, в общем-то не создает никаких помех. Вторую включаем, одновременно жму две кнопки. Свет в комнате полностью горит, светит, и работают держатели патронов. Теперь выключаем по одному. Выключаю первый и второй. Ну, в общем-то, все корректно работает, и я думаю, если кто задавал такие вопросы, сомнений не должно быть. Ну, в общем-то, у меня по этому поводу сомнений тоже не было, просто люди задают вопросы, поэтому провел такой тест. кстати, если вы с таким пультом приобрели, к примеру, только два патрона держателя, то можно приобрести еще, и потом все это дело подшить под каждый девайс, каждую кнопку подшить под каждый девайс, который вы приобрели отдельно. но это в общем-то, я, если честно, не знаю как, если закажу, то покажу, а нет, то можно задавать свободно вопрос продавцу, на которого я оставляю ссылку там, где приобретал, и он вам ответит на этот вопрос. Не знаю, как вам показать данный эксперимент, стою я, ну вот, практически за стеной, можно сказать, на приличном расстоянии, ну, я знаю, метров десять, наверное, и включаю камера, я все приблизил, включаю общую кнопку включения и общая кнопка выключения по одному пожалуйста, все работает. Ну и по лампам, какие лампы можно использовать в этих девайсах. значит, ну понятно, что чем дальше, тем отходят все больше в небытие лампы накаливания, поэтому, ну как бы, изначально нежелательно в этих приборах использовать лампы накаливания, в связи с тем, что лампы накаливания дают большой нагрев, ну и плюс этот пластик, наверное, все-таки не предназначен к этому. Опять же, лампы накаливания потребляют большую мощность, ну как бы, чтобы не было большой нагрузки на ту, видите, вы показывали внутри, схему, систему, распайку и все остальное, проводку. Опять же, думаю, лампу накаливания до 40, ну максимум, это уже скрипя зубами, наверное, до 60 ватт использовать еще можно будет. Опять же, перед этим проследив, как себя будет вести этот патрон после долгого время включения. А так, любые светодиодные лампы, думаю, люминесцентные тоже лампы можно будет использовать, ну любые практически люминесцентные, я знаю, может до 100 ватт. Ну просто большую лампу уже как бы не будет смысл сюда ставить из-за просто из-за величины самого патронодержателя до плюс лампа еще. А вы уже смотрите сами любые светодиодные лампы, я думаю, можно смело использовать в ней, что в общем-то я и буду делать. Где можно применять, да хоть где, если применять 5 штук таких в вашей люстре, в вашей большой комнате в зале с таким вот пультом, то это будет вообще, я думаю, отличный вариант. Когда по отдельности можно включать разную лампу и когда опять же можно включать все сразу по отдельности выключать и выключать все сразу. Тут варианты в общем-то все для вас предусмотрены. Опять же разные технические помещения, подъезды, сараи, гаражи, коридоры и самое основное это удобство, когда ты уже лег спать, почитал книжку и нужно выключить свет и как вы знаете нужно идти к выключателю. Опять же тут идти никуда не нужно. Пожалуйста, у вас пульт, выключили вы и все. Выключателя вы рукой не прикасаетесь. Можно сказать девайс для ленивых. Еще раз напомню ссылочку там где приобретал эти держатели патронов оставляю в подписи в описании к видео, в комментариях. Переходите совсем недорого это все стоит, выбирайте количество, выбирайте наборы, отписывайтесь продавцу, какие вопросы вас интересуют, отвечает, упаковывает хорошо, трек-номер дает правдивый, то есть все посылки отслеживаются, все в порядке. Всем удачи и до следующих видео.